Продолжаем. Мы добыли наше главное заклинание, кульминация. И также мы на него потратили фимиамы. Это не знаю, я забыл сказать, но наверное надо сказать, что многие не разбираются как работает фимиамы и думают, что они снижают урон у заклинаний. Но нет, они никак не влияют на урон, они никак не влияют на продолжительность и вообще никак наше заклинание не портит. Но как было хорошим, так и остается. Я не знаю, откуда у людей инфа, что оно влияет на урон. Может быть в старых патчах это так работало. Может быть... Он на какие-то конкретные заклинания влияет, то есть не на все. Потому что на некоторые 100% не влияет, но все я, например, не тестил. Что-то каждый спелл тестит, ну, что-то такое себе. Что-то, что будет как-то даже странно, если на какие-то спеллы оно влияет, а на какие-то нет. Так, мы пришли сюда. Мы пришли сюда не просто так. Нам нужен на самом деле вот этот маг. Я выяснил, где берется северная ритуальная кольца на плюс один. И она берется у этого парня, если с ним поговорить, когда у нас 30 интеллекта. У нас как раз таки есть 30 интеллекта, так же можно его убить. На самом деле предпочел бы убить его. Но да ладно. Слишком долго, так было бы быстрее с ним поговорить. Потому что проблема в том, что капюшон плюс северное ритуальное кольцо на плюс ноль нам не делает пятую кульминацию. У нас их остается всего лишь четыре. А я хочу, чтобы у нас было хотя бы пять. Нам, конечно, возможно не понадобится пять. Но пусть лучше будет пять, чем четыре. Так. Как бы больше, не меньше. Так, капюшон был бы пикнуть. Сейчас давайте потестим. Плюс один. Она больше снижает, ну-ка. Так, у меня фул, фул. Вот это кольцо. Сжирало наше хп. На плюс один. Нет, кстати, больше не живет. Хорошо. Так, плюс капюшон. Пять будет? Блин, все равно нету пяти. Как так? Ну и тогда в шоп это кольцо. А что у меня было? У меня было кольцо власти. Все, окей. Будем тогда с капюшоном бегать. Тогда нам понадобится кульминация. Так, ну идем тогда по сюжету. У нас пока нету веселья. А, потому что у нас нету нужного колокольчика. И мы сейчас будем добывать колокольчик. Нам, правда, еще одного босса надо будет убить. Можем попробовать убить его уже через кульминацию. Так, мы тут уже всех поубивали. Дверку открыли. Давайте пробежим по фасту. С нами чуваки пойдут, но я надеюсь, они не успеют. Так, пока сверху тьму и используем. Так, у нас, кстати, этот посох не заапан до конца. Поэтому нам еще нужен мерцающий-то собирать. У нас там сколько-то уже есть. Надо еще. Это я к тому, что здесь лежит один мерцающий. Надо его забрать. Да, один мерцающий. У нас пиде уже три где-то. Да, три. Где-то еще два надо добрать. Ну, я не помню, где еще лежит мерцающий. Но буду по дороге идти, может быть, где-то еще вспомню. Так, днем на босса. У нас полторы тысячи. Нам бы и душ на самом деле добрать. Вообще, тут костер, кстати, есть. Давайте. Так. Костру спустимся. Отвалите. Так, здесь чел встает. Ну, просто неохота тратить душу из инвентаря. Потому что их и не так много у меня. Как мне кажется. Может быть, конечно, до конца игры уже хватит. Ну, кульминация, конечно, веселая. Но у нас не так много шмоток, чтобы ее бустить по урону. То есть, в идеале... Давайте, кстати... Пока, я думаю, нам вот эта штука не нужна. Кольцо на пыль с души возьмем. Может быть, даже шапочку наденем. Чтобы быстрее дофармить нужные души. Нам минимум пять тысяч, наверное, сколько я помню. Правда, не знаю, почему пять тысяч. Спасибо. Это просто минимальная цифра максимального урона. То есть, по-моему, просто шесть тысяч нам больше урона уже, например, не дадут. То есть, кульминация эти шесть тысяч сожрет, а доб урон не даст. Так, нас вторженца здесь нет, потому что мы убили чувака, который вторгается. Но чуть-чуть не хватает, да? Я вроде всех побивал. Можно отдохнуть у костра. Но что-то лень. Так, давайте посмотрим, насколько у нас душ в инвентаре. Ну, давайте вот это сожрем. Не знаю. Блин, как же кайфово то, что в Elden Ring добавили в описание, чтобы показывать, сколько, блин, дает душа душ. Кстати, идеально получилось. Получайно. Одна, блин. Остальные уже дают больше. Их немного жалко расходовать. Видимо, придется. Так, я бы начал с мага. Точнее, с лучника. Что его у нас есть шанс убить. Еще пять. Неплохо. Ну, это лучник. У него это... А, не стреляй. У него, в принципе, хп мало. Поэтому, чтобы у него много бахнули, это нормально. И так. С двухтычка убили. Ну, дальше мы сервер будем этого добирать. У этого хп намного больше. А тысячи ему не хватит. Ну, как бы урона в два с половиной раза больше. Идея, должно быть в четыре раза больше хотя бы. С полторы тысячи там должно вылетать. Ну, опять же, у нас колокольчик. Во-первых, плохой колокольчик. Во-вторых, не проапгрейдженный колокольчик. В-третьих, не закаленный на тьму колокольчик. В общем, у нас очень плохой колокольчик для каста этого спела. Так, ну, драконий садник, которого мы когда-то в начале игры скинули в пропасть. Здесь с ним можно еще раз подраться. Так, и сейчас мы будем получать колокольчик кайфа. Кайф он не потому, что он будет приносить нам кайф, хотя не без этого. Просто он так называется. Хотя, по факту он называется колокольчик каты. Но нам, кстати... Нам еще нужно за этим сбегать. Да, я забыл немного. У нас камней темных ночи нет, надо будет за ними не забыть сбегать. Давайте сначала колокольчик заберем по-быстренькому. Потом сбегаем за камнями. И в целом, после этого получения этого колокольчика можно... Ну, я его для кульминации как бы апгрейджу, да? Но можно, на самом деле, уже перейти спокойно на звучные души различные. Великие, обычные. Они будут уже дамажить, по идее, больше. Значительно, причем больше. Урона на 200 где-нибудь. Может быть, даже на 300. Сейчас увидим. Так, убьем. Блин, жалко, не нашло. Жесть, там чуть-чуть не хватает. 700 урона по ним, кстати. Это в голову, возможно. Да, у этих чуваков нету головы. Кстати, я не знаю, что-то реально много урона заходит. Почему 700? Почему по кому-то, блин, 400, а по кому-то 700? А по кому-то 100. Это не тот сундук. А вот этот нужен. Здесь какая-то пушка лежит, по-моему. Не хочу ее подбирать. Ну-ка, давай, здесь. Да, большой меч души и колокольчик аты. Это лучший колокольчик для тьмы. Не лучший по урону. Ну, конечно, есть колокольчик, который... Фига, у него, кстати, скорость. У него даже такая скорость. Он, короче, максимальный урон имеет. То есть у колокольчика желания урон побольше. Но у колокольчика желания, во-первых, есть проблема, что он находится в конце игры. У этой. Как ее? У нашей Андры. А во-вторых, у него есть проблема, у него скорость каста медленнее. Здесь у него, кстати, супер бешеная скорость каста. Я даже не знал, что настолько. Здесь 145. По колокольчику желания. Может быть, кстати, там не так плохо. Может, там 30-20. Может, не настолько меньше. Блин, а мы, кстати, пропустили... Осколок. Он в этой комнате был, да. Горгулья встала. Там просто были ведьмы, я не хотел с ними связываться. Сверху пройти намного проще. Блин, да, я забыл то, что там осколок. Надо было забрать, на самом деле. Так, лифт опустился. Сейчас проверю. Да, лифт опустился. Нам на самый верх. Супер унылый лифт. Но мы туда потом съездим. У нас появился колокольчик, и мы хотим его заапать. Но нам пока что нечем апать. Точнее, есть чем, но... Закаливать нечем. Так, ключи DLC мы не забирали же, да? Сам себе ключ есть, поэтому давайте пойдем за ключом к DLC. Сбегаем в первый DLC, сберем быстренько камушки там. Так, нам надо в яму. Ключ у нас так DLC находится там. Так, чел с лестницей тут сидит, конечно. Нам нужно кольцо кошки. Мы обойдемся без его лестниц. Можно, конечно, ему заплатить 12 тысяч. А можно заплатить кошке 13 тысяч. Там примерно у них одинаковая плата. Ну, кольцо кошки как бы чуть-чуть полезнее во многих местах. А лестница только здесь нам пригодится. Поэтому мы выбираем кольцо кошки. Так, здесь у нас дверь открывается забытым ключом, который мы в черной расселине у гигантов забрали. И вот здесь у нас лежит уголь дракона. Тут три сундучка. В одном из них посох для магов, который имеет самый быстрый каст. Бетка ведьминого дерева, по-моему. В другом колокольная лоза это... Этот, как он, колокольчик для клириков. А в центральном, по-моему, два заклинания на волшебство и чудо. Ой, я не помню, какие там заклинания. Но нам ни то, ни другое не нужно. Поэтому мы эти сундуки скипаем. И мы идем в DLC, который находится после гниющего. Мы идем в черную расселину. Звук какой-то странный. Я, кстати, уже не первый раз обращаю внимание на этот звук. Я до сих пор не разобрался, что это. Ну, звучит так, как будто я статуя разморозилась, да? Или что это за звук? Потому что я еще в темнолесии его, помню, слышал. А в темнолесии много статуй, которые можно разморозить. Так, нам нужен не костер, скипаем костер. Нам нужна вот эта штука. На ТП-шний танц в DLC. И в DLC нам немного нужно побегать. Вообще, кстати, в теории мы можем за еще одним заклинанием сбегать довольно крутым в лейтгейме. Но для нас пока что она не очень крутая, потому что у нас нету, скорее всего, статов для него. Ну, кстати, как-нибудь сбегаем за ним. Сейчас, наверное, я не пойду. Или прямо сейчас сбегать. Просто прикол в том, что... По-хорошему, чтобы получить заглинание, надо убить босса. Но там есть скип, и можно не убивать ни одного босса и забрать его. Не уверен, правда. Кстати, да, я плохо немного помню, где... Как правильно до него добежать. Если я помню, где она находится, а вот попасть в то место... Вообще, вариантов не очень много. Нам нужно много побегать. Или нет, бегать не хочу пока сейчас. Давайте просто заберем камень темной ночи и уйдем. Так, что у нас, кстати, по урону? Нас пяти в предыдущем DLC мы всех с трех ударов убивали. Если мы здесь с трех ударов тоже чуваку будем убивать, вообще неплохо. Нет, не будем. Вот, ну, это действительно такое супер противно, конечно, в плане обычных мобов. Потому что мало того, что у них какие-то резисты бешеные, у них еще до хрена просто баланса. Так, вот там бинокль понадобится. Давайте эту штуку стрельнем. Можно из лука в нее стрельнуть? Ну, мы мак, мы можем из заклинаний двигать. Ну-ка, перепрыгнул. Не перепрыгнул. Здесь еще три прыгни даже. Можно, но это тяжело сделать. Нужно правильно ноги поставить. На видосе. Так, нам нужно... Так, нам нужно еще вот в эту штуку стрельнуть, чтобы он мне-то не мешал особо. Не длетело. А, заклинание, долетай, давай. Ударить по этой штуке. Встать на вот эту херовинку. Ну, я хочу здесь все костер просто забрать. А, ланее, нафидим. Сейчас упадем куда-нибудь. Ну, отсюда нам нужно... Так, лучники отвалите. Колонны специально, чтобы прятаться от лучников. Где-то я это уже видел. Так, ну, ничего страшного. Чувак не согрелся. Второй придет. Ой. Успел. А, второй вышел. Нет, успел. Ну, хотя бы убили, ладно. Так, чувак, не добегай до нас. Ну, урон у них уже прядочно. У нас и хп вкачает, как бы. Блин, чуваки, сверху попадали. Откуда вы, блин, взялись? А что ты встречал реально? Не хочешь в обрыв улететь? Не попал? Пусти, чувак. Нас надо, на самом деле, опустить херовинку. Там нам отступать некуда. Так, ну тут два врага, вроде больше никто не агрился. Давайте с двумя разберемся. Обьем... Понял. Склин, наверное, блин, попасть не могут. Побьем раненого. Быстренько убьем этого чувака. Ученики у нас там стреляют, но не попадают, потому что мы колонну подняли. Довольно ловко. Так, иногда как-то надо в ту херовинку попасть. Что-то я не знаю. Мы в нее вообще можем попасть? Мне кажется, я попадал в нее. Так, еще бы раз не свалиться. Не отсюда, а отсюда, что ли? А, блин, знаете, чем я в нее попадал? У меня не то заклинание, скорее всего. Я в нее озвученно стрелял, а не этой сферой. Может, с кульминацией бахнуть? А как далеко к кульминации бежит, я не уверен. Ой, летит, точнее. Бежит, это я тут бегаю. Туда и сюда, блин. Она точно отсюда не хочет долететь? Может, я оттуда могу, кстати? А, кстати, я с этой колонны, наверное, могу дострелить. Не свалиться бы. Ладно, давайте я озвученную душу поставлю. Сейчас косточка вернусь. Не надоело бегать. Плюс я эту штуку поднял. А сам не поднялся. Так, мы, конечно, мобов зарез пили обратно. Тогда берем озвученную душу. Может, кто-то подальше у меня летит? Слые вообще не летят, кстати. Только, наверное, озвученную душу. Так, не перепутать с кульминацией ее. А то все мои души улетят. Так, бинокль. Правую руку. Отсюда долетит. О, да, озвучена душа прям камень. А, теперь. Нам надо опустить героинку, на которой мы стоим. Нам нужен вот этот предмет. Сейчас эта штука опускается. Э, слышь? Ну, тихо там. Да, тихо, блин. Отвалите, чуваки. Сюда быстренько. И бежим сюда. Все. И валим отсюда, нахрен. Вот эти пахелли, значит, лучше. Мало ли еще какой-то лучник сюда застрелит. Так, вылетаем отсюда. Темные ночи камни мы забрали. Теперь нам нужно проапать наш колокольчик. И офигенная вещь этого колокольчика в том, что он опается за обычный титанит. У нас его, кстати, нет. Но мы знаем, где его купить. Пойдемте, напокупаем. У нас проблемы только, на самом деле, в самых маленьких осколках. Потому что они конечные. То есть, вот этот кузнец продает всего 10 штук. Их, конечно, если бегать по миру и собирать каждый предмет, можно насобирать очень много. Но нам, если честно, очень много-то и не надо. Нам хватит трех. Идем в Макдаф. У него большие уже бесконечные. Обломки мы дособирали в бухте. И кусок у нас, по идее, тоже должен быть. А, нет, не 5. 4. 4. Стоять лишнее не будем тратить. А, усиляем, во-первых. Плохой чикатый наш. На плюс 10. Так. И закаливаем его на тьму. Да. А, теперь идем к собачкам. Подписываем на них урон. Собачка. 467. Колокольчик окаты. 544. Это в резисты, я так понимаю. Ну, на сотню урона уже больше. Так. Ну, естественно, будем касать. Нету, это заклинание. Нам нужно касать другое немного заклинание. Так. Идем к... Зеркальному. Сейчас будем кататься на лифте. Ну, я скипну лифт. Как бы, туда-сюда прокатываться не очень весело. Но мы поднимаемся на этом долгом-долгом лифте. Так. Приехал. Открываем дверку. Кстати, на НГ плюс тут вредный фантом есть, который не дает сундук открыть. Приходится с ним вечно драться. Вон, обычно, на НГ тут никого нет. Ключ. Выбираем. И косточка и пар прям из отсюда. Пошком не бежать, что-то не особо хочу. Точнее, на лифте снова ехать. Так. Нам нужно убить зеркального. Кульминацией. Души у нас на первые удары есть. Кульминации 3, я думаю, нам хватит. Кстати, ну, 4, блин. Давайте 4 сделаем, ладно. Также души нам нужно какие-то использовать, да? Ну, давайте отважного воина. Предположим, это 5000. И какую-нибудь вот такую душу. Так, четвертый заряд получаем. Кольца меняем на плюс урон. Плюс урон раз. Плюс урон два. Так, ты кто? Южная ритуальная. Это дает нам эти чеки. Это дает нам скорость каста. Пусть будут. То есть, чего у нас не хватает для урона? У нас не хватает маски. Черные ведьмы. Ну я хрен получишь. Я нам надо фармить. Я надо фармить. Если не выпадет быстро на НГ-плюсах. В башне солнца. Если что, там с арбалетчик падает. Но это не особо весело. Мы хотим немного повеселиться. Все-таки они занимаются какой-то херней. В виде фарма. Так, зеркальный на самом деле немного такой проблематичный. Для магов. Потому что у него есть такой интересный щит. Который умеет отражать заклинания. И наша кульминация по треке все души может улететь вы никуда. Поэтому надо аккуратненько не попасть на душу. Потом его подставляю. Давайте какую-нибудь хорошую атаку. Так, нет. Это плохая атака. Еще и задамажил нас. Че, он не отскакивает. Дай кульминацию проверить. Две двести. Норм. Норм. Так, и что? Че, похилиться на самом деле? Хорошая атака. Так, нам надо сожрать душу. Давайте он что-нибудь делает. Прикольно. И так. А, блин. Отменить и хрен отменишь. Кстати, не знал. Это оно? Оно. А, в смысле? Дай сожрать душу, чел. Хочу еще две двести. Вереча, я успею. Ну, как бы сожрать хотя бы успею. Ну, пришлось танкануть. Так, ну что? Давай что-нибудь вертикальное там. Ладно, хотя бы без сверок. Похилимся. А, я... Я... 1100. Давайте делаем вот так вот. Нет, чувак, не мешай. 1900. Чем меньше? Потому что душ меньше сожрял. Все-таки имеет значение, сколько она жирет душ. Возможно, имеет. Ну, не знаю. Все почему-то 5000 всегда используют. Но я специально даже вот эти души оставил с боссов. Знаете, что я хочу сделать? Блин, чувака успел призвать. Противно. А, мне вать вам нечем. Так, у нас вверх тиме есть. Погодите. Нет, есть чем. 500. Сверх тиме спасать надо. Ну, еще одну кульминацию не хочу отдавать. Жалко. Жалко, стонуль. Так, что-то вертикалка вижу. Вертикалка легко дожится. Блин, я большую сожрал. Ну, ладно. 8000. Ее заберем кульминации тогда. Насколько же просто душ у нас уходит в никуда. Ай. В смысле? Уже уклонился. В щит главное не зарядить. Я боюсь больше всего в щит ударить. Это было близко, мне кажется. Акчал развалился? Ну, в принципе, неплохо. 4 заряда, правда. Но тут было немного сложнее эти заряды реализовывать. Потому что у нас сложный противник. Который может просто взять и отразить наше заклинание. Ну, 2000 урона. Это, в принципе, то, что я ожидал. Без каких-либо баф. То есть, выплеск магии еще нам может помочь. Но мы до него еще не дошли, банально. Плюс это волшебство. Не уверен, что хочу использовать волшебство. Что еще усиливает? Ну, есть еще дракония штука. Но это вообще храм дракона. Надо фармить, опять же. Фармить как-то не хочется. То есть, дракония форма там как-то усиливает тоже наши заклинания. Клюминации, кстати, мы все потратили. Есть еще один, кстати, спелл прикольный. Можем сейчас за ним сходить. Она, кстати, получается... Так, давайте к стрейду. У нас храма маны по дороге. Так, стрейд. Да. У стрейда, по-моему, можно менять душу... Сейчас скажу, кого. А, Дарклюркера вроде бы. Она тоже очень прикольный спелл. Мне кажется, следующего босса нам убивать этим спеллом тоже получится. Прикольно. Ну-ка. Так, нет обмен. Заклинание. Область вампиризма. Да, это она. Берем. Довольно прикольная штука. Она, по-моему, тоже душу жрет. Давайте на ком-нибудь потестим. Покажу, как и работает. Так, сколько там ячеек она жрет? Одну? Фига. Ай, как ты скасуешься ты чем? Ага, колокольчиком. Так, ну на этих ребятах тестить такое сием. Блин, тут... Нет, тут враги и лохи. Так, как-нибудь прикольно. Конечно, можно на боссе. О, давайте вот здесь вот на Огре сейчас потестим. Это мой любимый Огр. Для теста заклинаний различных. Мне очень нравится, что Оршка не редко поставили. То, что она близко к костру. Стартовая локация. Правда, я на НГ-плюсах здесь тещу. И на НГ-плюсах у этого Огре еще ХП много. На нем тесить все очень удобно. Так. Давайте область вампиризма. Я не помню, она на душе жрет. Так, чел, иди сюда. Вы же нашим подопытным. Блин, я бы уже пояснял. Ну, это вот такая вот штучка. Да, он быстро приехал. Она нас еще, кстати, дамажит. Блин, она, кстати, недолго действует. А нам статов хватило? Сколько нам статов требует? 20, 35. О, у нас только есть, да? У нас 36, 39. Неплохо. Вот, и на самом деле эта штука больше хороша для ауешиня, потому что она каждого врага дамажит. Дамажит очень много. Я вообще на НГ-плюс 7 с ней играл. И было в некоторых местах, где я особенно мог какую-нибудь коридорчику, через которую враги и прутся, было прямо кайфово. Не увидел. Души вроде не сожрала. Кстати, бесплатно это хорошо. Так, ну а мы идем на 27 тысяч. Ну, короче, я говорил, что у нас будет проблема с душами. Потому что мы будем тратить их на кульминации и не будем получать их ради прокачки уровня. Поэтому рекомендовал всякие эти... Польца на плюс души в начале игры. Сет на плюс души в начале игры. Так, мы качаем интеллект, чтобы было больше урона. Как бы мы сейчас по одному уровню будем вкачивать? Вообще-то нормально к концу игры вкачивать по одному уровню. Но все же. Так. Вампиризм пока уберем, кульминацию тоже уберем. Для прохождения локации это все нам не надо. Давайте вернем наши сферки. Возьмем звучные души. Ну, блин, каждый раз так приходится, да, менять. То есть мне там еще не надо для прохождения локации. Давайте... Сюда поставим кольца, которые мы хотим почаще использовать. Которые не будем особо менять. Вообще кольцо кларанти бы не менял. Так, нужно ритуально путь будет. Зачем она мне? Мне уже хватает ячейки так. Что-то же кларанти. Знамена важнее. Так, здесь кольцо души и камена. Я уверен, что на этих чуваков будет работать. Которые арки драконов, кроме Аманы. А сейчас локация как бы не из простых. Не первая ее часть, конечно, а вторая. Так. Здесь, кстати, еще мерцающие мы, по идее, должны собирать. Я плохо помню, где... Нет, мне кажется, я помню, где я. Вот здесь вот, по-моему, первые ломаем ветку. Так, не пойду. Какой-то окошки нету. Этот чувак вроде не агрится. Хорошо. Мы, на самом деле, вот эта штука тоже уже не нужна. У нас, конечно, сверок меньше за это встал. Но у нас так. У нас 60 этих, 22 этих. Нам хватит. Кстати, а... Я же две скучные души взял или одну? И, возможно, кольцо южное нужно было для... Так, эти чуваки не ланшотаются. Если не вот эту штуку тратить. Ладно. Так, ланшотаются. Окей. Так, чувак. Давай, это опасный чувак. У них проблема в том, что они, во-первых, не замедляются в воде, как мы. Во-вторых, у них много баланса, достаточно. Не ланшотаются. Это в голову, мне кажется, было. И они вроде не ланшотаются. Не, если они ланшотаются, то вообще пофиг на эту локацию. Лол. С королями себя тут будем чувствовать. Давайте сверки тогда на этих чуваков тратить лучше. То есть две сверки на них, это не так страшно. А что у них перекат плохой или что? А, это перекат в воде. Так. Здесь, конечно, три этих чувака. Но если они ланшотаются, все эти чуваки, то вообще плевать будет. Что-то я не ожидал ланшота, если честно. Ну-ка, на мужика здесь. Сейчас всех развалим. Нет, не ланшотаются. Это в голову было. А, ну тогда у нас все плохо. Так, нет, у нас эта штука быстрее косуется. Нам нужны быстрые косы. Но они станут, кстати, неплохо. Плюс они нас, кстати, станут тоже неплохо. Эм. Мы просто какой-то стрейф права сделали. И мое заклинание такое. Дай-ка я пролечу мимо. Понимаю. Так, а у нас 7 эсуса. Могло быть и 8, если бы я не скипнул в каком-то замке Дрангтик. 9 у нас в этой локации. И в этой локации, на самом деле, последний эсус. То есть я где-то пропустил 3 эсуса. Так, что, а мерцающий тут, по-моему. Или там, ну, или нет. Так, у нас дальше... Блин, сферки чуть-чуть не хватает. Но мы сейчас, кстати, прапаем наш посох на плюс 5. Потому что здесь, по идее, последний мерцающий, который он нам не достает. И почему-то помнится, что здесь мерцающий. Ну-ка. Да, мерцающий. Он самый. И у нас 5 титанита. 4, блин. А, потому что мы дураки не подобрали в начале, который скинули. Да. Ну, а скинули, а подобрать не подобрали. Ну ладно, давайте добежим до следующего костра и вернемся. Ну, как бы я посчитал то, что ударить по ветке достаточно, чтобы залутать. Но нет. Лутать надо немножко отдельно. Так, летим в начало храма. Сейчас быстренько сбегаем за тем титанитом. Надеюсь, он не отспавнивается. Идея не должен. То, что это обычный предмет. Там просто лежит. А, кстати, может быть, скинуть заново его нужно? Ну-ка. Ничего не видно. Вроде не видно. Ну-ка. Всегда нам тут побыстренько убиваем. Вот это я не помню. Я его постоянно убиваю. Но я вроде его всегда убиваю, потому что иногда я могу, например, получать урон от этого чела, чтобы мне куда-то было отступать. Я отступаю всегда сюда, и чтобы мне вот этот чел не мешал, я его постоянно убиваю. По-моему, тактика у меня всегда такая. Так, вот наш пигель, и умерцаешь последний. Так. Сейчас вот этот куда взялся. Ты сверху спрыгнул? Да, у него урона. Какая-то, точнее, не фу, он сверху спрыгнул. Так, косточки кончаются. Блин, когда мы там дойдем до цитадели? Точнее, до этого гнезда. Ну, чуть-чуть... Блин. Короче, надеюсь, не... Ну, короче, нет, надо косточек купить. И не хватит косточек. Так, погнали банджулу, купим косточек. Читаю, их очень часто юзаю. Старые первые не очень скоро, хотя уже довольно близко. Так, нет, не ты. Тапаем наш посох. Всилить. Да. Все, посох на максимум. Сходим быстренько за косточками, купим у кошки. Может быть, черепки еще купить? А я вроде покупал уже черепки. У нас не должны быть. Они нам могут пригодиться в... Вообще, наверное, нигде не пригодятся. Так, давайте, ну, 10 купим. Тихо же здесь на всякий случай. Мало ли. Потому что у нас на нашем магии, который с волшебством, было заклинание стремления. На этом персонаже у нас его нету. Так, и мы идем в храмоманы обратно, на второй костер. Все, у нас плейпиде грейды максимум. Закалка лучшая. Посохи, катализаторы все эти лучшие. Нам теперь, то есть, остается только статы точать. То есть, интеллект и веру параллельно друг к другу. Так, как вы убиваетесь? Ну, я думаю, что одно из лучших на душе не отлетят. Давайте протестим. Здесь сферки, либо... Да, две этих. Вот, две этих не будем тратить. Ай. Будем сферами. Сферы у нас много, поэтому обходим силиния. А, мы же после пропали, погодите. Мы теперь ваншоты им этих челов, серьезно? Это супер-кайф. Если мы их ваншоты им. Внезапно. Блин, реально ваншоты. Ой, блин, как же теперь приятно здесь находиться. Так. Маги жалко с двух летают. Но у магов резисты, может, кто-нибудь есть. Какой-то урона не скользал бы. Просто у них хп чуть побольше. Так, ну храм омали. Храм омам достаточно легкий. Самое сложное у нас перед туманчиком. Где у нас два архидракона. Как-то нас встречать. Ну, на самом деле, на обычном нг там тоже все просто. Всего два архидракона. Ну, там их три. Но одного можно сагрить отдельно. От других. Аккуратненько. И остаться один на один с двумя. Вот на нг плюсах, там, по-моему, их больше. Или в обычном издании их больше. Вот я не помню, где уже. Есть проблема, то что DS2 нг плюс отличается от обычного нг. Это раз. Во-вторых, у DS2 две версии. Обычные, шкалярные. Они тоже отличаются. Блин, ты постоянно путаешься между ними. Кто где находится. Блин, я не знаю, за осколком где они идти. Потому что надо огру убить. С магичками потусить. То есть, вот первый архидракон. Он там второй с третьим. Так, тут еще это кастует. Но если что, можно их раскатить. То есть, если у нас все плохо будет, то убегай. Конечно, есть проблема то, что... Блин, я, кстати, в таргет не могу ее взять. Че, кстати, проблема в этой локации? Она, на самом деле, очень темная. Судя по таргету. То, что таргет на близком расстоянии только берется. Не верю, что мои эти штуки длетят. Я хочу бинокль переложить. Просто я лишнее из инвентаря убрал. Давайте, излучная душа. А, быстро. На тебе. О, попали. Убили. Так, и этого давайте туда же. И вот эти чуваки, они как бы не агрятся, да? Вон, второй стоит, если что. Так. У нас колокольчик костит быстро. Поэтому мы будем колокольчиком их убивать. Так, но есть таргет, да, достает? Нет, конечно, не достает. Кто-то еще тут есть, который их может похилит? Кстати, да. Может быть, опасность в том, что она хилит их. Так, ну, быстро два коста. Ему убили одного, да. Ну, и как вы тут? Все супер изи. Это даже похилит. Она, по-моему, даже не сагрилась, потому что мы тут постояли. Так. Впрочем, да. За темного мага тут еще нереально легко вообще. Даже слишком. Так, дальше у нас босс. Ой, блин, как хорошо, что нам не надо вот следующую часть зачищать. Потому что следующую часть хрен зачистишь. Там чуваки, которые, блин, щит по КД ставят. Ой, блин, я спел не вспомнил. Хотел спел поменять. Так, мы берем области в империзма. Наверное, не будем брать кульминацию. Давайте без нее, в общем. На этом боссе попробуем куль... Это, в империзм? Мне даже самому интересно, как он будет работать. Потому что я ни разу сюда не приходил с империзма. Я, в принципе, ни разу не убивал... Кстати, этих чуваков фаншоты. Им даже были КВК и всех фаншоты. Ни разу не убивал Дарк Люркера, как только он становился недоступным. Так. Ну, за мага мы тут всех убивали, потому что нам нужен был спелл, вон тот, который в самом далеке лежит. За Хексера он нам нахрен не нужен, поэтому мы просто все скипаем. Ай. И бежим на босса. Защищать тут всех такой себе. Всякие вторженцы, да-да-да. Много задоджили стрелу, чтобы нас открытие двери не сбило. Так, черт, он что-то хастует. Я хочу босса потестить, на самом деле. Потому что это заклинание очень хорошо работает против неактивных боссов, а это достаточно неактивный босс. Ну-ка, сквозь эту были двери. А-а-а, на небескость штука. Какие 28? Э-э, где урон? Так, надо как-то... Не знаю, она достаточно рейнджовая. Если что, мы ее сейчас траву сожрём, если потратим. Не-не-не-не-не-не, чувак, не надо, не надо. Она нам не нужна. 409. Блин, откройся, чувак, откройся. А-а-а, она же меня добавит, куда я пошёл? Ха-ха. Сейчас мы уже с пыла не умерли. Так, что-то я не знаю, как его кустануть правильно. То есть, надо, наверное, забайтить, да, отойти. Да, блин, он, 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 байтит и плохие атаки. Так, сейчас, короче, надо его повернуть. Давай, поворачивайся. Немного сложно повернуть, потому что он может забайтиться на атаке ногами. Не с того, чтобы повернуться. Бинты. О, она по 400 дамажит. О-о-о-о-о. Блин, она, кстати, три раза его бахнула на нормальный урон. Всё, всё-всё-всё. Сейчас будем бивать. Надо только траву съесть. Она три восполнит? Два только? Ну ладно. То есть, смотрите, он закрывается, открывается, мы отходим. Если это не вот эта вот атака, то мы и кастуем. Если это атака, то пофиг. Ждём следующую фазу. То есть, он закрылся. Блин, лапками бьёт. Куда ты со своими лапками лезешь, чел? Да куда ты прыгаешь? Так, а можно нормальное РНГ? Э, э, чел, давай. Вот, грабы, да. Блин, я не уверен, что. Раз, два. Эх, третий раз не успела. Может быть, откроешься и успеет? Так, он, блин, прыгает. Но, кстати, проблема, что мы подходить после нашего стула не можем. Что-то мы тоже будем дамажиться. Надо немного подальше, наверное, стоять. Может, запальтиться надо только? А мы такие, хоп, и отошли. Долетит? Ну, она по рукам его такое ощущение бьёт. Что, а почему не фуллурон? Не, походу, слишком далеко тоже плохо проходить. Ладно. Давайте докуперяем его звучными. А, погодите. А где мои души? Или у меня их не было? А, это только души жря, да? Ну, ладно. Не очень-то и хотелось. Так, далеко лучше нет. А, я знаю, что это. Я знаю, что это, но не умею это доджить. И ни разу ещё не получилось. Ладно, давайте сверкаем его докуперяем. Только не плюйся. Вот что это? Он прыгает? Что? Чего, блин? Первый раз, по-моему, такое провижу. Это, наверное, атака из рейнджа. Я обычно рейнджа его никогда не бил. Потому что он начинает плеваться противно. Блин, я куда-то попал. Там плохое место. Урон не прошёл. Ну, как бы эта штука прикольная, но, опять же, это не в соло таргет. Плюс это не по мобильным боссам. Плюс этот босс ещё закрывается. То есть, не против этого босса. Ну, плюс-минус против этого, конечно. Опять же, это лучше всего на толпу работает. На чуваков, в которых много хп. Вот помните, где мы фемиам забирали? В долине жатвы, где было много всяких этих пуджей. Вот там вот эту штуку и поставать, учитывая, что там есть вот этот проход, по которому их можно всех забайтить, на который. И поставить там эту штуку в какую-нибудь толпу, это прям вау. Также я помню эту штуку ещё и узал, знаете, где в лесу павших гигантов. Ну, это, конечно, самое начало. Но это было НГ плюс 7, как бы. Поэтому у меня это было такое себе начало. Как бы уже седьмое прохождение, да. И там, где, короче, четвёртый костёр. Или не четвёртый? Нет, третий. Четвёртый, который в память идёт. Третий костёр, получается. Там, где, короче, куча черепашек. Я просто батил этих черепашек в здание разрушенное. И просто в проходе кастовал эту штуку. Ой, там все черепашки просто упивались в эту херню. В общем, было весело. Так, мы идём в склеп. В склепе нам нужно что? С Алдей поговорить. Я помню. Что-то ещё здесь есть? Здесь есть, по-моему, торговец. У него есть какая-то магия. У него, по-моему... У него копьё души, по-моему, есть. Что ещё у него есть, я не помню. Ладно, сейчас поговорим с ним. А, здесь есть, кстати, прикольные магички, с которых можно выбить посох. Ну, этот посох, на самом деле, в шкалере добавили как предмет. Его можно просто подобрать. И мы, наверное, его будем подбирать. Выбивать его ничего не буду. Выбивать шмотки это не весело. Так, давайте подумаем. Тридцать две тысячи. Мы можем дойти до следующего костра. Да, давайте, наверное, дойдём до следующего костра. И уже оттуда потратим и души, и... Вот просто проблема. Души тратить не могу, как бы. Мне нужно ставить на моё супер-пукер заклинание, которое жирает все мои души. Так, зачем второго убиваю? Можно одного только убить. Ещё можно, кстати, видео завершить. Что я немного заиграл. Сколько там уже минут? Так что слишком много. Спасибо. Спасибо. Спасибо.